друзья добрый день сегодня прекрасная погода и не и не зима и и и не весна хорошее настроение я сейчас только освободился были у меня как всегда приходят люди слить различными вопросами сегодня мы с волонтерами собрали одежду у людей которые нам позвонили и готовим сейчас рейд в районы там где семьи раздетые это ужас это надо верить я не хочу рассказывать и мы сегодня поработали получили огромное удовольствие знаете когда делаешь что-то хорошее место церкви я рекомендую вам лучше вот сейчас приехал мой знакомый привез сумки с яблоками с продуктами вот сейчас поеду к одной бабушке это знаете это самое лучшее средство наши политики бегают церкви молятся там грехи замаливают в церковь никогда не хожу а я предпочитаю сделать хорошее дело для души не для показухи не для видео не как политики наши этот виду церковь и рядом оператор снимает что вот наш премьер-министр наш президент молится за хорошую жизнь молдове до от некоторые не буду называть фамилии купаются проруби и опять кинокамера их эротическое тело показывать народу терпеть не могу показух сделал хорошее дело хочешь хочешь а при жизни что-то получить такое духовное передать ребята позвоните мне по телефону и я кому-нибудь пошлю если у кого-то есть теплые вещи есть нам особенно для детей нужно детские вещи обувь нужно позвоните на мой телефон мой телефон есть фейсбуке свободном доступе и я отправлю кого-нибудь к вам девчат и и будем благодарны вам за то что кто-то что-то да вот узел раз 141 и я тут иногда не бываю редко бываю а здесь ребята которые примут и занесут и и только напишите бумажки от кого и телефон в общем что я хотел сказать я получил отдушину хорошее настроение встретился сегодня с одной прекрасной женщиной медик стоматолог которая вынесла нам пять мешочков одежды и мы сегодня загрузили и готовимся к рейду в районы так вот посмотрел сейчас новости зашел тут у меня были люди с района рассказали как они живут поговорили о президенте поговорили обо всем о крыме я получил вчера задание 12 февраля я докладчик международном будет международная конференция при участии многих стран и в том числе организации мирных наций будем говорить о украине об отношении украинцев и россиян о крыме донбассе но я выкопал очень интересные материалы я их отдельно вам расскажу все-таки чей крым и вернемся в прошлое где вы вдоволь посмеетесь на той ситуации как крым закладывали американцев банки и так далее и тому подобное это очень интересный исторический момент я сам его добыл и вот эта международная конференция в которой я буду участвовать я обязательно напомним россиянам чей же все-таки крым как его заложили в банки у американцев в общем очень интересная история что я хотел сейчас сказать посмотрел я сегодня на протест который организовали вы знаете я вам честно скажу мы привыкли с вами когда мы говорим о какой-либо партии да мы всегда привыкли называть лидера партии до председатель дадон председатель под партии там санду председатель партии там воронин ну как то вот понятно да кто в доме хозяин и и кто спит с мамой а вот это политическое уродство которое называется гражданский конгресс непонятно это какой-то мужской гарем партия и мужской гарем кто лидер этой партии вот не если судить по средствам массовой информации кто постоянно выступает от именно от имени этого гражданского конгресса я напишу друзья я напишу свой телефон в это в это выступление по окончанию хорошо и вы можете позвонить так вот дальше конгресс гражданский конгресс и пишут один из лидеров партии меня не вкладывается в голове что значит один из лидеров значит там несколько лидеров это получается как в доме захочешь чине хозяин в этом доме а горит а тут их несколько а хозяйка хозяйка одна а хозяев несколько то есть мужской гарем где два три мужика спят с мамой по очереди так грубое сравнение но это 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 жизнь так и гражданский конгресс так и не могу понять кто там март качук один из лидеров а кто второй лидер или третий лидер можно перечислить всех лидеров так кто ж там лидер короче бардак в нашем доме называется баба забеременела три мужика от кого именно от кого именно неизвестно вот так и партия конгресс конгресс гражданский так вот вышли коль ткачук объявляет протест так вот 4 февраля ткачук объявил сообщил на 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 всех средствах массовой информации на своей странице фейсбуке цитирую слушайте внимательно а мы предложили это говорит один из лидеров ну один из сексуальных партнеров этой женщины так вот мы предложили выйти без партийных флагов без личных амбиций просто на защиту наших граждан чтобы люди видели что политики в молдове существует не только для того чтобы грабить народ но и в первую очередь для того чтобы защищать простых людей от грабителей из парламента и правительства а теперь давайте разберемся что же имел ввиду один из лидеров он не лидер он один из лидеров мне это нравится в политическое формирование самое главное баба забеременела дела а кто алименты будет платить неизвестно потому что там их несколько так теперь не без юмора в жизни молдове нельзя так вот сам ткачук объявляет что мы предлагаем выйти без партийных флагов и что я сегодня вижу запускаю новости и опять тот же самый сценарий что был при коммунистах что был при социалистах говорит ткачук без флагов то есть выходят все кто сегодня недоволен тем что повышены цены и опять белые и красные флаги и написано конгресс то есть оказывается ткачук такой же политик ничем не отличающийся от всех остальных который говорит одно а делает другое если сегодня было такое ну такой протест гражданского общества так я хочу спросить господина ткачука а какого хрена в этом флаге по выносили это же это же граждане это инициатива граждан и никаких флагов я считаю господин ткачук я вас знаю очень хорошо и давно слушайте дальше вы пишите тут вы предложили выйти без партийных флагов а какого хрена вы по выходили с этими тряпками если это это обычные люди вы ничем не отличаетесь ваше формирование господин ткачук от абсолютно ничего у вас такие же мозги у вас же такие же менталитет а это у вас такой же электорат который вы пользовались когда были коммунистами потом устроили политическое блядство у коммунистов вы ничем не отличаетесь от менталитета и интеллекта социалистов вашего же додона вы такие же из такого же дерьма из такой же бациллы из такой же спермы которые вышли все из коммунистов вы ничем не отличаетесь вас этот конгресс с самцами которых много и никто ни за что не отвечает ну сказал ткачук что не будет сегодня никаких флагов но он один из лидеров значит там еще есть лидеры вы знаете это по-русски говоря это обыкновенное политическое блядство господин ткачук это не не цензурное выражение это русский язык вы сегодня вышли вывели народ грамотный человек не дурак но ничем не отличается от шора от додона от воронина ничем абсолютно тем же почерком тем же топором тем же флагом тем же мегафоном который мегафон передается из рук в руки ничего абсолютно не меняется абсолютно только цвета меняют краски меняют те были с красным флагом серпе молот эти социалисты красный флаг но уже звездочка эти красные флаги и пишут что белый флаг конгресс гражданского общества и не поймешь что за партия гомосексуалистов блатных и нищих ничего не понятно но метод тот же самый тот же обман даже ложь тех же старичков выводят вы что хотите господин ткачук мне сказать мне пенсионеру вы еще в горшке сидели когда я был в активной общественной политической жизни в этом рыли еще подвале искали там презервативы со времен римского императора копались и вы хотите мне сказать что сегодня акция которую вы организовали это для всех граждан и все приходите нет никакой политики никаких флагов не будет это только акция направленная против социальных вопросов или за поднятия социальных вопросов если вы такой умный господин ткачук я хочу спросить вас лично вы были главный самый главный серый кардиналу коммунистов как же вы так советовали воронину что от вас тринадцать человек или четырнадцать коммунисты преданные такие коренны стержнями господин ткачук куда вы вы главный идеолог были вы главный идеолог вы воспитали додона вы воспитали эту сексуальную коммунистку этот иванову виолетту как же вы их воспитывали вы главный виновник вы главный идеолог а я знаю что такой партия идеолог это человек отвечает за идеологию за убеждение коммунистов за кадровый подбор коммунистов это главный виновник главный тире начальник отдела кадров господин ткачук как же вы так подготовили партию коммунистов одни предатели одни перебежчики то пошли плахотнюку потом побежали к шору ну у кого соска побольше тому и бежали это вы это ваше прошлое ваше идеологическое прошлое советские времена таких коммунистов как вы уже давным давно забыли и отправили бы за такую работу в сибирь правильно на каторгу там нужно рубить лес и не мотопилой а топориком господин ткачук если вы такой идейный так что же вы обманываете сегодня что же вы обманули все население что вы с флагами по выходили вы же предлагали выйти без флагов я читаю ваше выступление а тут вы с флагами вытащили и что и козяки принесли что вы грамотный человек и вы лжете людям если вы сегодня заявляете о том что повышение цен на газ господин ткачук берите своих лидеров сколько вас там самцов вашем конгресс езжайте в москву и там у своих братьев компасируйте мозги вот там им ниссанду и не парламенте цены устанавливать на газ вы людей вводите в заблуждение а почему вы не поведете людей молдова газ у нас есть в молдове юридическая структура коммерческая структура это не общественно это не конгресс как у вас хер поймет что у вас там вообще и не рыба и не мясо а у нас есть молдова газ это филиал российской компании монополиста газпрома который заключает договор вы не знаете такой бизнес господин ткачук а я вам объясняю популярно который заключает договор на поставку газа и там четко все оговаривается и количество и ценовая политика и никакого отношения не имеет санду куда вы притащили людей или парламент это коммерческая организация все чужой людей вводите в заблуждение вам нужно голоса вы готовитесь к выборам вы опять по той же схеме коммунисты ходили собирали народ а потом обосрались перед избирателями коммунисты перекрасили социалисты социалисты начали водить народ повладки опять обосрались социалисты а теперь появился конгресс гражданской обществе самое главное там крайне его нету нету лидера там лидеры один из лидеров мужской гарем сколько вас там трахаете народ и никто нет за что не отвечает как ответствен так это мы все петухи вот мы петушки нас много а почему яйца некачественные несут курицы а не знаем потому что петухов много кто брак понятия не бракованы вот как это господин ткачук в народе это воспринимается а вы как думали что все лохи все дурочки чё вы молдову газ не идет а теперь еще один вопрос господин ткачук скажите пожалуйста откуда у вас деньги на партию откуда такие плакаты вы сегодня там что это же стоит деньги я баллотировался мэром города ну пришли попросили федор васильевич вот давайте мэром городов этот я говорю хорошо а нужно палатки там там нужно нанять этих агитаторы кто листовки надо читать нету денег веру а как мы без денег можем поехать там же бельчанам же надо рассказать кто-то гелич портрет написать хотя в газеты выпустить нету денег все нету не было плохотнюка не было россии не было шора обычные люди простые партия трудящие собрали меня пригласили я поддержал потому что там люди не запачканы ничем обычные наши люди а тут вдруг появилась дожди партия конгресс все лидеры и хрен знает кто за что отвечает и нет крайне но ткачук постоянно выступает так значит ткачук сегодня де-факто де юро является председателем этой партии так давайте так и назовем вещи своими нами это называется обман ложь значит ткачука надо сегодня обозначить как лидера этого политического формирования но не обманывать опять народ коммунисты лгут социалисты лгут и тут счет ткачук начальника дела кадров партии коммунистов которые виновны основной идеологический представитель партии коммунистов которые подготавливал кадры и формировал интеллект партии коммунистов доформировался до такой степени что сегодня 13 человек виолетта и воно сидит бедная сейчас закрытые клетки это хоть газету коммунист отнесите ей господин ткачук проведайте это же ваш кадр это же вы ответственны это вы готовили таких идейных коммунистов которые потом продавались как политические проститутки всем кто бабки дает и сегодня вы господин ткачук смеете себя называть лидером да у вас нет морального права никакого и те кто идут за вами это люди просто мозгов нет нет интеллекта нет ума это те люди которые кто чабан сегодня чабан додон вчера был чабан воронин а сегодня чабан ткачук и как овцы идут за очередным этот пастухом не думают люди что они являются инструментом а ткачук готовится к выборам на следующий год местные выборы ткачук же хочет проскочить а деньги господин ткачук расскажите откуда деньги только не рассказывайте мне байки господин ткачук вы же знаете что я при вас был председателем комиссии по контролю расхода бюджетных денег я не просто знаю где искать деньги как проверять где откуда деньги ей по глазам вижу что вы лжете деньги маркачук скажите откуда берете деньги откуда я быстро вычислил а то появилось непонятно откуда это если мы следующий раз придем еще больше я не исключаю господин ткачук что у нас лохов вы еще найдете за определенные деньги кто вас финансирует сегодня очередной представитель пророссийский политик господин ткачук сколько вы взяли процентов на предстоящих парламентских выборов ноль целых хрен десятых вот тоже самое будет будущем я лично с вами никаких не имею отношений абсолютно но я никогда не потерплю чтобы очередной политик который рвется опять кресло хреново копаться там погребе искать косточки римских императоров я понимаю господин ткачук там деньги не платят за это а вот за политическое блядство молдове супер можно как заработать деньги но я вам не позволю как граждан республики молдова буду вас разоблачать когда дона потому что ненавижу когда стариков обманывают ненавижу когда простой люд считает за быдло ненавижу подолгут обычно простым доверчивым людям ненавижу таких как вы которые лжете лжете играете на чувствах людей играете на нищете а почему мы такие нищие потому что нам надо было давным давно покончить с коммунистами и российской пропаганды пока мы будем с россии мы будем нищие господин ткачук больше вам хотел сказать прямом эфире так что господин ткачук за вами будем пристально наблюдать за вами как за одним из лидеров опубликуйте весь список пожалуйста ваших лидеров кто оплодотворяет эту партию чтобы мы знали кто кто не бывает такого что пять самцов оплодотворяет самку от кого она забеременела понятия не имеет вот это ваша партия или ваш конгресс гражданского общества друзья извините сказал по народу как думаю потому что считаю что надо говорить правду всем пока март качук привет от коммунистической партии советского союза удачи всем друзья